Картина смешанного состояния в сверхпроводниках второго рода. Качественная картина смешанного состояния в сверхпроводниках второго рода. Сам термин сверхпроводники второго рода был впервые введен Алексеем Алексеевичем Байкосовым в 1957 году, который тогда был аспирантом Ландау, ныне он Нобелевский лауреат, благодетельствующий в Америке, это век 63 российских родей. Он создал последовательную теорию сверхпроводников второго рода и, значит, что главное, мы знаем, я показал в прошлый раз, что поверхностная энергия, границия раздела между сверхпроводниками первого и второго рода, она отрицательна. Поэтому, когда под действием магнитного поля сверхпроводящего образца возникает нормальная фаза, мы идем для нас, чтобы при каком-то фиксированной величине магнитного потока границы раздела между участками нормальной фазы и сверхпроводящей фазы были максимально большими. Поэтому поток дробится, и он начинает проникать весьма своеобразно, сказать, по-образец. Ну вот если представить идеальный образец в виде в виде в виде проскопаваллельной пластинки, образец представить в виде проскопаваллельной пластинки, то, когда магнитное поле направлено к рапертилипулярной поверхности пластинки, в пластинке возникают вот такие области, которые получили название меховей. вот эти участки нормальной фазы, ну я напишу букву N, а в промежутке между ними находится сверхпроводящая фаза. Вот эти образования, они, скажем, в таком случае представляют себя просто некий такой цилиндр нормальной фазы. Радиус этого цилиндра порядка длины когерентности кси. Поскольку эта фаза у нас здесь, и, значит, внутри вот этого участка нормальная фаза, параметр порядка сверхпроводящей равен 0. Поскольку здесь нормальный участок, магнитное поле проникает, сюда, значит, проходит магнитный поток, ну и, естественно, магнитное поле через границу поверхности нормальной фазы начинает проникать в группы просца. Если рисовать распределение напряженности микроскопического магнитного поля, то микроскопическое магнитное поле примерно одинка выглядит так. распределение напряженности микроскопического магнитного поля от центра вот этого образования, которое называется вихрь. Значит, вот до радиуса примерно земли когерентности микроскопическое поле магнитное постоянное. О напряженности поговорим потом. потом оно начинает спадать, спадает довольно медленно на расстояниях порядка лямбда-лябда, глубина полупроводящая. Для типичных шляпководяков того ворона лямбда намного-много больше, чем Си. То есть, даже во многих случаях, когда рассматривают электродинамику приближённую, можно даже фактически пронебрегать весь объём вот этой нормальной фазы и рассматривать фактически как нить. А вот это магнитное поле выникает в виде такого спадающего группы святого водника. Что ещё характерно здесь? Ну, что ещё характерно? Значит, когда магнитное поле здесь проникает, то вот чё, никто нарисовал, извините, H здесь, конечно, радиус расстояния центра вихра. Когда магнитное поле проникает, то здесь оно генерирует вот в этом поверхностном слое одновременно, оно диамагнитные токи, которые создают своё магнитное поле, эти внутренние диамагнитные токи, постепенно убивающие внешнее поле и сводящие его на нет. То есть магнитное поле этих текущих вокруг вихря диамагнитных токов, оно направлено против внешнего поля. Ну и при этом, значит, это магнитное поле от внешнего источника тока и магнитное поле от циркулирующих диамагнитных токов складывается так, что величина магнитного потока через вот такую нормальную севоцилину равняется одному кванту магнитного потока. То есть через такую севоцилину проходит один кванту магнитного потока. Вначале, когда, значит, сам, вначале, когда такое, такое, как эти ино-смешанного состояния возникает, когда внешнее поле превысит аж т.1. Но вначале, когда чуть-чуть только мы превысим, эти вихри возникают изолированы. Затем, когда мы увеличим внешнее поле, магнитный поток станет больше, вихри начинают располагаться и при этом они начинают взаимодействовать друг с другом, потому что начинает перекрываться вот эти распределенности магнитных полей вокруг различных вихрей. По мере увеличения магнитного, сказать, поля внешнего, вихрей становятся больше и они образуют правильную в принципе решетку в образце правильной формы. В таком плоском параллель они образуют преугольную кристаллическую решетку. Располагаются они правильные решеты. Конечно если образец у вас будет какой-то корявой формы, например какой-нибудь клин одеток, то вихри не будут в виде простой цилиндрической трубочки, они как-то там изогнутся. Если возник в образце есть какие-то дефекты, ну просто металлургические и так далее, то правильность этой кристаллической решетки нарушается естественно решетки дефектами, но в принципе все-таки возникает решетка вихрей. По мере увеличения магнитного поля вихрей становится все больше и больше, значит меж вихревое расстояние уменьшается и в некий момент начинает перекрываться вихрей нормальными сердцевинами. Вот когда вихрей начинает перекрываться нормальными сердцевинами, сверхпроводимость исчезает, мы приходим в состояние сверху критическому полю HCl2. Вот такая задачная картина. Существование вот этой картины было экспериментально доказано после того, как началось существование вихревоя решетки предсказал амрикозов. В 60-е годы это не раз проверяли. Ну и самый простой случай. Ну допустим, вот взять такой образец, отправить магнитное поле, посыпать железным порошком. Железный порошок концентрируется на тех местах, где вихре с нормальной сердцевиной происходит. И это можно увидеть с помощью электронной микроскоп такие картинки опубликованные. Либо наоборот взять, так сказать, посыпать необием. Необием сверхпроводниц, сверхпроводящим состоянием. Он наоборот выталкивается магнитное поле, он будет выталкиваться в промежуточное пространство, контраст будет виден, что там, где нормальные трубки нормального состояния, диобия нет. И добавлю еще одну вещь. Вот не надо путать смешанное состояние с промежуточным состоянием сверхпроводника первого рода. В сверхпроводниках первого рода поверхностная энергия границы раздела больше нуля, в сверхпроводниках второго рода меньше нуля. Здесь смешанное состояние существует в интервале hc2 hc1. В сверхпроводниках первого рода промежуточное состояние, но оно существует, так сказать, в интервале между полей, когда ниже, так сказать, критического термодинамического поля сверхпроводника сверхпроводника и единица минус d hc1 где d это фактор размагничивания. Если, так сказать, образец хорошей фолмы, размагничивающий фактор равняется нулю, то там вообще промежуточное состояние в сверхпроводниках первого рода не проявляется. Ну и кроме того, структура структура вот здесь промежуточного состояния резко отличается, скажем, от структуры смешанного состояния. если взять ту же плоско-параллельную пластинку из сверхпроводника первого рода и направить вот так магнитное поле, то возникает латинарная структура. Так сказать, полосы нормальной фазы N чередуются с полосами сверхпроводящей фазы. Поэтому, конечно, через области нормальной фазы там идет Бог знает сколько квантов магнитного потока. Ну вот, примерно такая качественная картина. И теперь давайте немножко поизучаем свойства именно сверхпроводников второго рода поведения вихревой решетки. Так, назовите второй пункт 6.2 второе критическое поле второе критическое поле HC2 сверхпроводника сверхпроводника второго рода. Давайте рассмотрим сверхпроводник, который у нас находится в однородном внешнем поле H. Если это однородное поле H достаточно велико, то сверхпроводимость разрушена. и значит когда сверхпроводимость разрушена, то магнитное поле проникает полностью в образец, и значит внутри образца микроскопическое поле H совпадает с внешним полем. полем полем H. полем Ну я подразумеваю здесь вот когда магнитное полем сай, но все равно их деят с полем H. Давайте вот это внешнее поле уменьшать. уменьшаем, уменьшаем, доходим до некого такого поля, при котором начинает возникать сверхпроводимость. Если мы дошли до поля Hc2 в образце начинает возникать сверхпроводящие области. Ну как только мы дошли до поля Hc2 и чуть-чуть его перешли, ясно, что сверхпроводимость очень слаба, то есть параметров порядка ψ, который описывает сверхпроводимость, очень мало. Поэтому чтобы характеризовать сверхпроводящее состояние из-за малости порядка ψ мы можем в уравнениях характеризующих сверхпроводящее состояние оставлять только линейные вклады по модулю ψ и пронебрегать вот такими членами типа ψ квадрат ψ который третий степень или где-то если встречаются поправки вида ψ квадрат позже все пронебрегать по сравнению с линейными вкладами. Так вот значит как только начинает образовываться сверхпроводящие области параметр порядка мал волновая функция невелика первое уравнение Гинсбурга-Ландау резко упрощается. Из нелинейного дифференциального уравнения оно переходит просто в линейное дифференциальное уравнение. Вот первое уравнение Гинсбурга-Ландау здесь стоит у нас вектор кубическим членом Мы пронебрегли, значит и здесь у нас стоит вектор потенциал А, а вектор потенциал вообще связан с микроскопическим полем. То есть микроскопическое поле H равняется в этом А. Но давайте посмотрим, насколько отличается микроскопическое поле H от внешнего в момент возникновения сверхпроводящего перехода. Значит, вспомним, что отличие микроскопического поля H от внешнего поля H связано с возникновением сверхпроводящих микроскопических токов геомагнитных токов. А геомагнитные токи, они описываются в уровне минус И, А, Ш, Е, в теории геомагнитного галандау Пси на градиент Пси. Минус Пси на градиент Пси сопряжённое. Минус два Е квадрат А, С, Пси квадрат. То есть, видите, экранирующие сверхпроводящие геомагнитные токи, они являются членами второго порядка по волновой функции. Ну и как членами второго порядка по волновой функции в момент перехода мы можем их и преднебречь. А это означает, что в этот момент, когда у нас мы, так сказать, сверхпроводимость только-только возникает, внутреннее микроскопическое поле H фактически совпадает с вот этим внешним полем H. Поэтому, значит, вот рота А, которая стоит здесь, вот здесь, является просто полем внешним H. Вот это самое главное предположение. Ну давайте Перепишем наше уравнение Кинсборга-Лантау, которое мы только что выписали, слегка, но и в форме. Что я сделаю? Я сделаю вот что. Возьму Перепишу вот это, я вот я по членам ставлю, 2 и С на А Минус Альфа-Лантау. И учитывая, что параметр Альфа-Отрицательный, можно переписать так Альфа на Пси. Ну вот давайте пометим вот это уравнение звездочка, я на него срогаться буду. Ну и вот давайте смотрим на это уравнение. Вообще, фактически, это, представим себе, что вот если бы здесь стояла не Альфа, а стояла бы энергия. То есть это фактически линейное дифференциальное уравнение, она, там стоят собственные значения. Ну только вдруг мне пришла фантазия обозвать их значком Альфа по модулю, а не Я. И если, как говорится, забыть на это, это фактически уравнение Шрёдингера, уравнение обычного уравнения Шрёдингера для движения частицы в векторном потенциале А. Ну, частица такая, что она имеет заряд 2Е и массу 2М. А, так сказать, в обычной, как говорится, в квантовой механике движение электрона, если быть с таким вот выражением, единица на 2М в магнитном поле свободного электрона Е, С, А, С, Е. Вот уравнение для движения, простите, квадрат, я забыл, уравнение для движения свободного электрона в магнитном поле. Ну и вот это уравнение для движения свободного электронно-магнитного поля, оно было обращено Ландау, и получили так называемые ландауские уровни. Смотрим, скажем, учебник квантовой механики, и там написано, что, скажем, давайте вот если мы выберем такую калибровку легкого потенциала, эта калибровка соответствует тому, что внешнее поле параллельно оси Озет. Вспомним, что в квантовой механике оператор импульса записывается через радиент так, иксовая проекция оператора импульса ВИН и HДДХ, то в продвижении электрона в магнитном поле параллельном оси Х у нас, наше уравнение в квантовой механике будет такое 2M, оператор, иксовая проекция оператора импульса, так, получается... уравнение, я, значит, квадратовый чёрный, Пси, Епси. Вот такое уравнение решал Ландау, и он получил для этого уравнения собственные значения, так сказать, Е. Оказывается, собственные значения Е, этого, во мнении Шрёдовича, имеют такой вид. Еn-е длится так, n плюс 1 вторая h на циклотеронную частоту плюс p2z, значит, это уже 2n, это уже не оператор, а просто значение импульса, если вспомнить, что pz – это масса на скорости направления z, это можно переписать ещё так. Кинетическая энергия, движение направления z. n может иметь значение 0, 1, 2 – это целые числа, и циклотеронная частота – это EHmc. Т.е. частица движется вдоль оси z ко скоростью vz, частица электрон движется вдоль оси z со скоростью vz, и одновременно описывает, так сказать, траекторию плоскости xy перпендикулярно. Т.е. она вон так, где-то обратно движется. Если вы за это равняете 0, то просто, значит, замкнутые траектории должны быть. Т.е. описывает и круговую орбиту, и относительное движение. Ну, давайте теперь, кажется, к нашему уравнению вернёмся, и давайте забудем на время, что это некий параметр, а будем рассматривать, как, так сказать, обозначение собственной энергии. Значит, собственные значения в этом уравнении – альфа n или альфа n по модулю будут иметь такой вид n 1 2. Так, на постоянную планку. Теперь надо писать циклатронную частоту для частиц заряда 2e и массы крови. Ладно, пишем 2e на массу 2m. Двоечки, оказывается, не в пределе. совпадает циклатронная частота реактора плюс 2m. Так, генетическая энергия. Вот мы получили, каким значением должны удовлетворять эти коэффициенты a n. Найнижшее собственное значение. Вот, при наборе этих невозможных собственных значений, давайте возьмём найнижшее собственное значение a 0, найнижшее собственное значение, которое отличает n, равное 0, и нулевой скоростью движения в доле сез. Так вот, эта a 0 будет просто, ну, с учётом вот этих всех коэффициентов, а ше h на 2mc. Но, вспомним с другой стороны, что а, а, вот эта альфа, это и есть некая экспериментальная величина. Альфа экспериментальная. Так, заданная природой вещей. Что тогда мы можем сказать? Тогда h, который стоит здесь, это и есть максимальное, то есть поле, при котором может возникнуть сверхпроводимость. давайте, значит, перейдём так, определим hc2, как альфа, так, нулевое, давайте, альфа нулевое на 2mc e h, ну, то есть это альфа экспериментальная. Назова mc e h. Вот мы получили некое значение некого такого критического поля, которое таким образом связано с экспериментальным параектором альфа-теории Ельборга-Ландау. Другие, так сказать, значения полей, которые связаны со значениями альфа, большими какими-то, они давали бы более низкие значения критических полей. Ну, допустим, взяли бы мы альфа первое. Давайте возьмём дискретное значение альфа первое. Давайте альфа-1 равняется 3 вторых h e h mc. Тогда вот поле отсюда какое-то h со звёздочкой было бы альфа-1 на 2 mc на 3 e h. То есть, другое бы характерное поле было бы в 2 раза меньше, чем вот это. То есть, фактически, наше уравнение на собственные значения имеет целый набор каких-то полей. но с физической точки зрения, поскольку мы идём сверху этот и описываем ситуацию линейными уравнениями, то сверхпроводимость, возможно, возникает в тот момент, когда поле при понижении достигает вот этого максимального hc2. если мы будем более уменьшить, то мы пойдём в область, где сверхпроводимость уже сильнее, параметры порядка, надо уже учитывать кубические члены поправочные, то есть вот эти набор собственных характерных значений, отличающих альфа-1, альфа-2, все поля, они, так сказать, уже не имеют никакого физического смысла. Ну, это то же самое, как в теории фазовых переходов по критической температуре. Допустим, у вас есть температурный переход. Возникает какой-то параметр порядка. Вы создаёте линейное уравнение по параметру порядка. На этих линейных уравнениях, они обычно алгебологические, если вы рассматриваете, есть несколько собственных значений, несколько корней. Всегда берётся верхний корень, который отвечает критической температурой сверхпроводящего перехода. И здесь точно такая же ситуация, связанная с переходом по полю. Значит, мы получили формулу для второго критического поля, которое у нас есть, Hc2, альфа-пенориум, 2McDH. Ну, эту формулу полезно привести к более благородному виду. Что было сделано? Давайте сделаем следующее. Давайте вспомним, что у нас есть выражение для критического термодинамического поля линейного поля, через параметры теории Горгаландау. Он и есть выражение для квадрата длины гигалентости, Hc2, альфа-пенориум, есть выражение для квадрата глубины полякновения, Мc2β8E2. Ну и вот, если использовать вот эти все выражения, покомбинировать их, альфа начать, вот это альфа выразить через Hc, возникнет β, β заменим там, в свою очередь, через лямбру. В конце концов, мы можем привести к нужному виду. Давайте сделаем так. Вспомним, есть параметр Каппа-Гинсбергаландау. Это и есть отношение глубины проникновения, длины конгерентости. Ну вот, давайте поглядим на эти формулы. Извлечем квадратные корни, это значит МcEHβ2π2. Значит, вот такая комбинация буковок, первый констант, который у нас есть, МcEH, есть 2π на β1,2 Каппа. Ну что ж, давайте вот сюда подставку, подставку, сделаем Hc2, получается 2α. Вот эту комбинацию букв заменяем на 2π на β в степени 1,2 Каппа. Результат будет такой. Результат будет такой. Каппа на β1,2 Каппа на β1,2 Каппа. Вот. Мы получили очень важную формулу. физическую формулу. Физическую формулу. Такую. Hc2, корень 2, Каппа на критическое термодинамическое поле. Заметим, что критическое термодинамическое поле в сверхклониках второго рода, оно не является непосредственно измеримой величиной, как, так сказать, в сверхклониках первого рода. Это некая такая характеристика, давайте определённая, но её прямо на эксперименте не измеришь. Вот. Ну и вот ещё. Приведу полезную формулу, которую мы любим экспериментаторы. Термодинамическое поле. Давайте ещё раз смотрю на это выражение. 2mαc на h. Давайте я выделю здесь вот такой коэффициент. 4mαc на h квадрат. Сюда напишу c h. Так. На 2e. Всё тождественное положение. Так. Тогда вот это что у нас? Это BoA см. 把它 ln • А вот эта комбинация полов-круглые. Это есть С на Пи, на постоянную планку, на Е, на делить на 2Пи. Что это? Это квант магнитного потока. Значит, окончательно будет квант магнитного потока делить на 2Пи. Вот формула, которую очень любят экспериментаторы. Любят они её по той причине, что в сверхпроводниках второго рода второе критическое поле в окрестности фазового перехода по полю измеряется, находит в зависимости от этого поля от температуры, а потом экстраполируя, и для каждой температуры можно извлечь квадрат длины когерентности, а потом экстраполируя на 0 температуру, можно получить так называемый размер куперовской пары. И вот когда открыли высокотемпературные сверхпроводники, один из первых экспериментов, например, значит, было измерение вторых критических полей, извлечение информации о размерах куперовских пар оказалось, что в сверхпроводниках высокотемпературных, все сверхпроводники второго рода куперовские пары имеют в размере порядка 6-8 межетонных расстояниях, то есть электроны, связанные в куперовскую пару, находятся на очень близком расстоянии друг от друга, в отличие от первых проводников первого рода, где они находятся на расстоянии порядка несколько тысяч межетонных расстояний, то есть очень компактные куперовские пары. Ну а теперь еще поговорим вот об этой форме, это очень важно. Значит, ситуация здесь такая. Первая ситуация. Параметр Гейсбурга-Ландау больше, чем единица на койму. Что тогда получается? Второе критическое поле больше, чем h критическое термодинамическое поле. Вот это сверхпроводники второго рода. То есть если мы в сверхпроводниках второго рода начинаем поле подъезжать, то как раз в поле hc2 образец начинает происходить в смешанное состояние, то есть с появлением там областей звездопроводящей фазы. Так, если смотреть, в случае капка меньше, чем одна вторая, тогда hc2 меньше, чем hc1. Это сверхпроводники первого рода. И у сверхпроводников первого рода может возникнуть такое состояние. Значит, давайте тихонько понижать магнитное поле, и мы можем оказаться в состоянии, так сказать, мы можем пребывать в нормальном состоянии вплоть до полей hc2, которые ниже hc1. А потом скачком переходят, так сказать, в смешанное проводящее состояние. Это, значит, получается, что нормальная фаза может быть переохлаждена и затенута на поле hc2, которые ниже hc1. То есть нормальная фаза существует в метастабильном состоянии, что вообще типично для переходов первого рода, связанных со такими скачками, с переохлаждениями одной фазы или, наоборот, переохлаждениями другой фазы, если идти в обратном направлении. И напомню, что как раз, когда мы рассматривали магнитную фазовую диаграмму критических магнитных полей, то для сверхпроводников первого рода магнитная фазовая диаграмма имела вот такой вид. Вот точка ТЦ, которая точка фазового перехода второго рода, а вот эта кривая – это переходы первого рода, но и переходы в поле. Они всегда сопровождаются скачками энтропии, выделением тепла, явлениями, значит, десятирезисом, которые описываются таким образом. Ну и, наконец, третий случай, когда гамма равняется точно в основном единице и в корень из двух. Ну, это не то ни сё, а собака на сене. То есть собака на заборе. Вторая ситуация, я не знаю, экспериментально удавалось получить такую ситуацию, я не знаю, что это сложно. Так, запишите название следующего параграфа. 6.3. Распределение магнитного поля в изолированный вихровой гейтеле. Распределение магнитного поля вокруг изолированной микролевой гейки. Для того, чтобы получить первое критическое поле, то есть когда в магнитном поле начинает возникать первый вихрь в сверхноводящем образце, нам надо предварительно изучить распределение напряженности магнитного поля вокруг изолированной микролевой нити. Вообще, еще раз напоминаю, что одиночный вихрь, если поместить его в безграничный сверхпроводник, представляет себе нормальная сердцевина с радиусом порядка длины когевентной стексии и область вихрьевых токов округ этой нормальной сердцевины, область вихрьевых токов, которая имеет размер порядка ляда длины проникновения. Давайте рассмотрим ситуацию, когда параметры Кинсбурга-Ландау-Капо много больше единицы. Он может быть и сто, и даже и несколько сотен, и так далее. Это означает, что глубина проникновения много больше длины когевента. Мы будем рассматривать такой случай. Если мы возьмем радиус какой-то вокруг вихря, много больше, чем си, но, так сказать, с другой стороны, много меньше, чем глубина проникновения, то на этих расстояниях квадрат параметров порядка фактически полностью сверхновывающий, квадрат параметров порядка можем считать равными единицами. Тогда второе уравнение Гильсбурга-Ландау, уравнение для токов. Ротор А. Выписываю его для нормированной волновой функции и квадрат магнитного потока 4P лямбда квадрат глубина проявления. Это все нормированные волновые функции минус Пси квадрат лямбда квадрат А. Давайте вспомним, что, значит, поскольку волновые функции комплексные, то мы их можем всегда писать в виде модуля и фазы. И если учтем, что фаза-то, ну, какая-то там есть, а модуль Пси квадрат равен единице вот в этих областях, в этих областях, то для этих областей, которые я здесь пометил, для радиуса больше, чем длина конъементности, токовое уравнение примет такой вид. Вот для этих областей пространства уравнение для тока примет такой вид. Ротор А. Минус И квадно-магнитного потока на 4 пир рамда квадрат составляем 2И градиент фазы Пси квадрат минус Пси квадрат рамда квадрат А. Пси квадраты заменяем на единичку в этих областях пространства. И тогда уравнение для токов в этих областях пространства вокруг вихря будет иметь такой вид единица рамда квадрат в этих областях 2П градиент от фазы минус репутация А. Ну, опять-таки вспоминаем, что ротор А это и есть микроскопическое магнитное поле H ротор А. Тогда наше уравнение будет такое ротор H есть единица нолянда квадрат Фи ноль на 2П градиент фазы минус репутация А. Или давайте еще перепишем этого мнения. так можно его записать так вектор потенциал плюс лямбда квадрат ротор H Фи ноль на 2П градиент что делаем? давайте берем ротор атопеих частей уравнения этого радиференцируем уравнение тогда, значит, будет ротор А так, значит, ротор А это здесь на H плюс лямбда квадрат ротор ротор H Фи ноль на 2П ротор градиент фазы вообще говоря если вот эта функция несингулярна если эта функция несингулярна то в общем-то случае так сказать это какая-то функция m мы рассматриваем поведение как функцию расстояния центра вихря h функция r это как функция r значит то где значит вот эта штука фактически вся отсюда будет ноль кроме центра вихря которая есть особая сингулярная точка для того чтобы понять что представляет себя так сказать ротом что такое в самом центре вихря r равная 0 давайте сделаем следующую вещь давайте проинтегрируем вот это уравнение вот давайте вот это выражение от разиента t m проинтегрируем по круговому контуру вокруг центра вихря вот я центр вихря нарисовал условно вот давайте проведем такой круговой контур проинтегрируем по поверхности натянутой на такой круговой контур но этот фокус мы уже с вами делали по теореме стокса мы переходим к интегрированию просто по контуру c тогда у нас возникает радиент фазы на θ л дальше переходим в полярную систему координат это у нас интеграл от нуля до 2пи оказывается d омега про дфи фи значит это интеграл от нуля до 2пи до дифференциала фазы и мы знаем и мы знаем что когда мы интегрируем возникает 2пи n 2пи n где n может быть и 0 и 1 и 2 и 3 и так далее число n отражает число n квантов магнитного потока прошедших через нашу микро через нашу луксоид в принципе я говорю здесь может быть состоять в общем случае любое n но мы из эксперимента знаем что вот когда такой абрикосовский микро возникает он содержит один кван магнитного потока поэтому значит учитывая вот эти наши экспериментальные данные это равняется просто 2пи таким образом получается что орота от градиента фазы это некая особая функция ротор от градиента это r это есть 0 если r не равняется нулю нулю а в центре в центре так сказать вихря r равная нулю она стремится переходит бесконечно так что мы ее можем представить так ротом от градиента фазы это 2пи на дельта на дельта функцию r и единичный вектор доля силих в центре все наше уравнение можно переписать при интегрировании по контуру вот у нас просто выскочит один вид квад магнитного потока так тогда наше уравнение мы можем переписать в таком виде h λ2 ρ ρ h φ 0 1 квад магнитного потока так 2пи сокращается значит остается Δr и единичный вектор вот таким уравнением у нас описывается распределение напряженности вокруг вихря вокруг вихря подчеркиваю что здесь стоит один квант магнитного потока а не несколько квантов магнитного потока потому что мы используем экспериментальный факт что через вихрь проходит именно 1 2 в принципе может быть стояло на какой-нибудь ряду вот такое уравнение дифференциальное на него должны быть периодичные условия что h когда r страница к бесконечности равняется 0 то есть уходим бесконечно далеко от центра лифля там полностью поле проникающее огранировано обычно весь мир спецстояние ну и наконец есть еще уравнение уравнение максимума гиберогенция h должна равняться 0 это уравнение уже никто не отменял то есть фактически надо решать эти два уравнения совместно по всей строгости науки ну и вообще-то известно даже как выглядит в матфизике совместное решение этих двух уравнений известно что решение этих уравнений оно сложное оно имеет следующий вид h как функция r лябда φ0 на 2 π лябда квадрат здесь стоит спецфункция физики функция Макдональда или функция Гангеля от него аргумент она называется r делить на лябда которая имеет следующие асимптотики r на лябда логарифм л на r при r макдональд в соотношении в и экспоненциальное бывание вот строгое решение в математике в матфизике выража вот этих двух уравнений с таким граничным условием дается такой функции, с такими асимптотиками, с такими решениями. Но я вас не буду мучить получением этого строгого результата, а давайте получим вот этот результат для вот этой области. Давай просто с помощью более простых полукачественных рассуждений, как это обычно делает физика. В математике, в принципе, надо за это, может быть, и будут призевать, что мы не соблюдаем строгости отхода. В математике навод консервативный. Известно, например, что инженеры изобрели, так сказать, дельта-функции, ступенчатые функции и так далее. В математике долгое время эти функции не признавали, а потом, значит, уже отпустили свой оборот и это равно руководители. Давайте, значит, попробуем вот это решение получить приближенным способом. Делаем вот что. Давайте вот это первое уравнение проинтегрируем по площади. Вот, значит, у нас есть вихр, вот у него нормальная серцелина. И давайте по какой-то круговой площади вокруг этого вихра проинтегрируем первое уравнение. Пишу результаты интегрируем я. H, D-сигма, плюс лямдового квадрат, ротар, ротар, H, D-сигма. Когда мы будем интегрировать правую часть по этой первой части, у нас останется просто конкурт на пола. Второй интеграл давайте преобразуем в интеграл по контуру. Значит, первый интеграл H, D-сигма, плюс лямдовый квадрат, ротар H, элемент контура. Значит, сюда, то есть переход по скоксу сюда сделаем. Ну, результат этого интегрирования очень сильно зависит от того, где мы вот провели, так сказать, эту окружность, от радиуса этой окружности. Если выбрать, если, если L много больше, много больше глубины проникновения. Очевидно тогда, когда мы провели такую, такую окружность на глубинах, много больше глубины проникновения, мы ходили бы в самом глубине сверхпроводника, вдалеке от центра Викора. А там, в глубине сверхпроводника ротар H, M, которая связана с токами, было бы равняется нулю. Потому что в глубине сверхпроводника, вдалеке от центра Викора, магнитного поля нет, нет хранирующих токов тоже, естественно, нет. И тогда бы, значит, второй бы интеграл, вот если мы выбрали R, тогда бы второй интеграл ротар H на dL походит в ноль, ну и тогда мы получили бы выражение H, D7, M, F, T. То есть мы получили бы известный наркорезультат, что через наш, что сердцевид мы приехали, и через смежную область, через камылья, и текут трёхпроводящие токи, и идёт один квад-мунитного притока. Ничего пока интересного нет. Мы сделаем иначе. Давайте-ка возьмём, посмотрим область наоборот. Давайте-ка возьмём, сила меньше, чем R, а R, наоборот, немного меньше, чем урбинатора непновения. Тогда вот этот первый член H, D7, ну он, грубо говоря, будет пропорционален, так если оценивать на пальцах, по отношению радиуса, квадрата радиуса глубине проникновения, значит, много меньше, чем квант магнитного потока, то есть вот этим членом можно пренебречь в этой ситуации. Тогда остаётся фактически только вот этот вклад, вот если и так проведём радиус. Проведём радиус за прогелами нормальной сердцевины и на расстояниях много меньше глубины проникновения. Тогда, значит, остаётся второй вклад, λ², ρh, на элемент контура. Ну, вину круговой симметрии, это будет, значит, равняться λ², ρd, Сюда на контуре по модулю, ясно будет, лотер H одинаковый, интеграл по dL. Так, значит, это будет λ² на лотер Hr, интеграл по контуру 2πr, ну, это равняется в антимугидном потоке. Вот при таком выборе контура чуть побольше нормальной сердцевины мы получаем следующее соотношение. Значит, мы имеем в результате такое дифференциальное умение, проще мое. Ротер Hr, это ротер Hr, равняется, и 0 на 2 в пинлянда квадрат, единица на m, это при условии, что m, 0 на 2 в пинлянда квадрат, в цилиндрическую систему координат, значит, перейти к цилиндрическому систему координат, надо написать длинное вооружение для ротора H в цилиндрической системе координат, пород и проекции, значит, один пород направлен в единичный вектор вдоль оси, так сказать, единичный вектор вдоль оси, один вектор направлен вдоль радиус вектора, один, значит, вектор по касательной кокругности, единичный вектор вдоль оси, тогда это вид вид проекции, соответствующие THC, TZ, единичный вектор L, так, плюс... ... Это общая запись Лотова в цилиндрической системе координат. ... ... ... ... Наше поле в этой цилиндрической системе координат имеет проекцию только Z конвекцию, ну, вот, если всё это учесть, что существует только с этого проекция, проекция H на ряд 0, проекция H Фи 0, то оказывается коротом H M равняется минус dH dM больше нуля, такое выражение. Почему? H как функция R убывает. Убывает по мере удаления центра, поэтому производная отрицательность равна минусом получать положительные динамы. Следовательно, наше вот это дифференциальное уравнение, которое мы выписывали, становится совсем простым уже. минус dH dM, 2 петлянных квадрат, единица на R. Разделяем дифференциалы, получается такой результат. И интегрируем обе части этого дифференциального уравнения. ответ выглядит так. H плюс какая-то константное интегрирование. значит, давайте будем считать, что при R равное λ, когда мы пошли далеко по радиусу, мы дошли, как говорится, к глубине проникновения, будем считать, что H λ равняется 0. тогда константа интегрирование у нас будет, если я включить свойства, π0 на 2 λ квадрат, логарифм λ на R. вот нашли константу интегрирование, и в результате наши следы выглядит так. вот фактически мы получили ту асинтотику, которая вытекает из точного решения. ну, она, конечно, этот результат, а ещё раз подчёркиваю, что С меньше r, ну да, меньше r, да. если формально, если чисто формально, если чисто формально смотроветь R на ноль, хотя можно так сказать, то у нас вообще-то возникает расходимость аграрифмическая. на самом деле мы можем уменьшать r только до глубины проникновения, так сказать, до нормальной области, и тогда h при r равное к 7 будет размяться феноль на 2 π λ квадрат логарифм λ на 7. это как раз на границе нормальной сердцевины, вот такое имеет значение напряжённости микроскопического поля. А поскольку в нормальной области напряжённость магнитного поля распределяется равномерно, ну, при нормальной области, то мы можем считать, что в центре вихря h0 совпадает с этим напряжённостью, на границе сердцевины, ну, это равняется и ноль на 2 λ квадрат логарифм λ на 7. И, а это что такое? А вот эта вещь есть ничто иное, как равнито вне с выголом дворовом. Вот, ладно, логарифм от КП. Ну, в общем, мы этот результат получили с помощью такого некого полупалечного расчёта. если вести расчёты с точным интегрированием уравнения генизона до лужа, с точным численным интегрированием, то более точный результат в численном интегрировании имеет следующий вид. f0, 2πλ квадрате. логарифм КП минус у поправочков от этой нормальной сердцевинки 0,18. Ну, значит, 0,18, много меньше, чем логарифм КП, если КП нам побольше видится. Ну, вот видите, с помощью таких несложных рассуждений мы получили результат, который следует и исполнить точно. ещё так. Ну и давайте запишем название параграфа сегодня последнего нашей лекции. 6.4, параграф 6.4, то есть, вернее, вот так, 6.4 пункт, свободная энергия вихря и первое колитическое поле. Свободная энергия вихря и первое колитическое поле. Ну и давайте я сделаю подорыв на пару минут. Вы, кстати, вздохните аудиторию, Продолжение следует... 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 есть минус цель 4π на гамма квадрат на а. То есть это второе уравнение Гинсбурга-Ландау, когда мы не помекли градиентными членами, и еще учли, что модуль имеет такой вид. То есть второе уравнение Гинсбурга-Ландау в этом продвижении в точности совпадает с уравнением Лондона. Тогда вот эту нашу добавочку мы можем преобразовать следующим образом. Значит, мы можем а записать как 4π2c на плотность. и вот сюда подставить. Значит, добавка плотности свободной энергии от мы можем преобразовать с помощью того выражения к следующему виду. значит, подставляем дельта f h квадрат на 8π плюс так, чего там у меня будет e квадрат так, 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 так а значит, это можно представить, оказывается, в каком виде единица на 8π ланда в квадрат а вот этот коэффициент и давайте учим это связан с ламда квадрат а а мы пишем 4π ламда квадрат на c в квадрате на плотность в квадрате вот это вот это есть а квадрате а копирать с n и теперь это а умножаем через глубины плотности в квадрате так вот если все это проделать мы получим единица на 8π h квадрат плюс лямда квадрат 4π c на плотность тока в квадрате опять-таки вспоминаем что вот это есть рот h по умножению максимума значит окончательно единица на 8π h квадрат плюс лямда квадрат рот h вот получили такую компактную запись для плотности добавку плотности свободной энергии от возникновения вихровения давайте сделаем следующую вещь у нас есть в сверхпроводнике одиночный вихр вот как вихр и так идет и давайте ну тут где-то в область нормального состояния только вихря проведем в сверхпроводнике две бесконечные плоскопараллельные плоскости которые будут перпендикулярные оси вихря такие две плоскости проводим две бесконечные и которые стоят друг от друга на расстоянии единичной длины вырезаем такой слой и давайте вот возьмем интеграл по объему вот от этого выражения от плотности свободной энергии на единицу объема по объему заключенного между этими плоскостями так значит тогда мы сосчитаем энергию свободную энергию на единицу длины вихря добавку свободной энергии на единицу длины вихря вот обозначение так единица на восемь пи интеграл то вот если условно нарисуем объем по которому мы интегрируем h квад h вот надо вычислять этот интеграл чтобы взять этот интеграл чтобы вычислить этот интеграл без особых хлопот надо подинтегральное выражение прообразовать к виду такому чтобы удобно было интегрировано и надо прообразовать как-то подинтегральное выражение чтобы под интегралом возник такой множитель H плюс лямбда квадрата рота рота А, чтобы под интегралом где-то появился такой множитель, который мы знаем есть уравнение квантмагнитного потока на дельта функцию на единичный вектор доля серии. Это вот мы вывели в такое же уравнение минут 30 назад. Вот надо как-то исхитриться, чтобы под интегралом появился вот этот член. Когда мы его заменим на это выражение, интеграл быстренько вылетел. Правильное замечание. Вот рота рота А, совершенно верно. Что для этого сделать, чтобы выделить такое выражение? Давайте используем некую форму из векторной алгебры, из векторного анализа. В векторном анализе есть такое соотношение. Если брать дивергенцию от векторного произведения, двух каких-то векторов вектор А умноженное на вектор В. то это выражение есть В, умноженное на ротом вектор А минус А на ротом В. Ну а теперь давайте их конкретно понимать. Пусть вектор А, это у нас В позначили, ротом Аш. А под вектором В, понимать, просто вектор Аш. Тогда вот стоящий здесь у нас ротом Аш в квадрате. Ротом Аш в квадрате. Вот по этой формуле можно представить, как Аш ротом Аш минус дивергенция ротом Аш. Вмноженное вектор на вектор А на ротом Аш. Поэтому если квадрата ротова, вот с помощью вот этой формулы можно подогнать в данное положение. Ладно. Ставим это туда. Получаем, что энергия на единицу длины вихря после такой переписывания будет иметь такое метро. Е1 и делится на 8Б интеграл по объему плюс лямбда квадрат Аш рота Рота Аш ДВ Ну появился добавочный интеграл минус лямбда квадрат А8Б ДВ ДВ А рота Аш на Аш на пьем И сейчас я докажу, что вот этот добавочный интеграл равен нулю. Тогда останется только вот первый класс. Так я доказываю, что этот интеграл добавочный равен нулю. Значит, давайте просто пишем дивергенция и забрал по объему а рота Аш а рота Аш а рота Аш а рота Аш давай Это объемный интеграл. Давайте переходим к интегралу поверхности, по поверхности, натянутой на этот объем. Значит, это можно переписать как интеграл поверхности, натянутой на объем этот самый. Это тогда будет, дивергенцию снимаем, остается а рота Аш на Аш на элемент поверхности ВЕКТОР 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 Ну и давайте вот теперь интегрировать по поверхности, натянутой на этот бесконечный объем. Значит, надо интегрировать по верхней плоскости, по нижней плоскости и по боковинкам, которые угнаны в бесконечности. Бесконечные плоскости. Ну давайте сначала по плоскостям. Значит, одна перпендикулярная плоскость находится в точке Z0, вот если выбрать сначала координаты Z0, вторая перпендикулярная плоскость Z1. Значит, единичный вектор в нормале у первой плоскости направлен на эту сторону, единичный вектор в нормале у первой плоскости. Теперь, как ориентирована вот эта величина векторное произведение на верхний и на нижний плоскость? Смотрите. РОТО-H определяется следующим образом. РОТО-H формально записывается как градиент векторно на H. Значит, РОТО-H по определению будет перпендикулярным микроскопическому полю. То есть, если смотреть, то РОТО-H как-то направлен вот сюда. Дальше, в свою очередь, что мы можем сказать РОТО. Вот это вот векторное произведение РОТО-H на H. РОТО-H – это опять-таки вектор, который перпендикулярен образующему его векторам. Значит, перпендикулярный H и перпендикулярный РОТО-H. Значит, вот этот вектор РОТО-H – где он будет? Перпендикулярный направление РОТО-H и перпендикулярный направление РОТО-H. Значит, он где-то лежит вот так. Позже в плоскости РОТО-H. А дальше этот вектор умножается скалярно на вектор, который перпендикулярен в плоскости. Всё, ноль. Значит, на верхней и нижней плоскости – это ноль. Потому что там из-за перпендикулярности. На боковых поверхностях. А боковые поверхности угнаны в бесконечность, а там на бесконечности микроскопическое поле – ноль. Значит, интегралы на верхних и нижних плоскостях – ноль. На боковых поверхностях, поскольку они далеко оттянуты, тоже ноль. Следовательно, вот этот дополнительный интеграл, что-то возникло – ноль. Значит, наша добавка к свободной ненке становится уже очень простой. Остается только первый вклад. Когда мы пишем первый вклад – E1, интеграл на 8π, интеграл по объёму. Что мы здесь? Выносим H как общий множитель. А здесь будет такая вещь – H плюс лямбда квадрат. Волтар – Волтар – Волтар – H. Всё. Мы выделили желанное нам выражение. И вот из того дифференциального уравнения вот круглую скобку мы заменяем на квант магнитного потока, на дельта функции, на единичный вектор, на доля серии х, то есть поваляя на, так сказать, на поверхностный вектор. Ну, получается единица на 8π, H как функция r, и ноль, дельта функция, ну, и меграл по объёму. Интегрирование снимается, получается И0 на 8π на напряжённость магнитного поля в точке r, равной 0, в центре вихра. Значит, мы получили выражение для добавки свободной энергии от единицы, от единичного сверхпроводящего, от единичного вихра сверхпроводящей среде. Значит, ε1 и ноль, 8π h0. Вспоминаем, что когда мы учителяли напряжённость напряжённость огнитного поля вокруг зарированного вихра, мы получили, что напряжённость в центре вихра, что впадает с напряжённостью, так сказать, на границе вихра, равняется у нас и ноль на 2 и лямбда квадрат 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 пропорционально квадрату одного кванта магнитного квадрата. Откуда взялся этот один квант? А он взялся один квант из-за того, что вот это уравнение мы заменяли на Фи0. Почему в таком виде? Потому что, когда я в своё уравнение этому вводил, я использовал экспериментальный факт, что в вихрь проникает один квант магнитного потока. Предположим, я бы не знал этого факта, считал бы, что там какое-то целое число квантов, ну, допустим, n, а не 1. Тогда бы, значит, если бы я эту процедуру рассчитывал, то у меня, не зная, чему равняется сколько вихрей в одном кванте магнитного потока, я бы пришёл, что e1 равняется n на Фи0 в квадрате n 4, переглядно, алгоритм. И вот интересно сравнить, что выгоднее, так сказать, с точки зрения термодинамики, возникновение вихрей с двумя квантами магнитного потока или, скажем, двух вихрей по одному кванту. То есть одна и та же величина магнитного потока либо она разделилась между другими вихрями, либо построила магнитный поток через один квант. Ну, давайте, значит, посмотрим это выражение. Давайте напишем тот случай, когда у нас в сверхпроводнике возникли два изолированных вихря с одним квантом магнитного потока. Так, получается 2e1 с одним квантом магнитного потока, это будет 0, на Фи0, на 4, переглядно, алгоритм, алгоритм. А энергия состояния, в котором возник один квант, один вихрей с двумя квантами. Она будет уменьшаться, давайте обозначим так, описодом 2, было бы 2 фи0 на 4 пи2 на 4 пи2 на 3 квант. Заметим, что таким образом мы видим, от возникновения двух квантов, либо одного кванта магнитного потока, добавка плотности свободного энергии, они разные. При этом обе добавки положительные, но, то есть увеличивается свободная энергия, но, очевидно, что в случае двух вихрей, эта положительная добавка меньше. То есть более выгодно образовывается двум вихрей с одним квантом, чем одному вихрей с двумя квантами. То есть выгодно максимальное добавление магнитного потока. Свободная энергия меньше. Ну и ещё замечания, поэтому и... Вот при выводе этой добавки в свободную энергию, мы фактически не учитывали маленький вклад в свободную энергию, связанную с тем, что у нас вообще-то существует нормальная сердцевинка у этого вихря. А мы знаем, что в нормальной сердцевинке вещество находится в нормальном состоянии. А там, где вещество находится в нормальном состоянии, свободная энергия, по сравнению с энергией сверхпроводника, проигрывает на величину H2Cr на 8π. Ну и вот давайте попробуем, посмотрим, чему равнялась медобавка по энергии. От того, что у нас в маленькую вот эту сердцевинку лезет квант магнитного, если так сказать, критическое магнитное поле. Значит, это тогда добавка была бы H2Cm на 8π. Значит, на объём сердцевинки. Значит, это H2Cm на 8π. Так, сердцевинка, у неё радиус пропорционален для некогерентности. Значит, сечение, площадь сечения сердцевинки Пси А, ну и на единичную длину под цилиндром. Ну и вот надо сравнить вот эту добавку с Е1. Давайте это равним. Значит, давайте-ка учтём, что у нас существует связь критического термодинамического поля, я в своё время показал, оно выражается следующим образом. Квант магнитного потока делить на такую иночную длину. Это я показал на прошлой лекции. Вот если взять вот это выражение сюда подставить, то добавочка от существования нормальной сердцевинки получается Дельта Эпсилон, есть π0 в квадрате 64π квадрат на лямбда квадрат, то есть 1 четвёртая π0 на 4π лямбда квадрат квадрат. Ну и вот давайте сравним с ε1. Значит, ε1 это и есть π0 на 4π лямбда квадрате на логарифм Каппа. А что отличается этим выражением? А здесь это на четвёртая, а здесь и логарифм Каппа. Ну, ясно, что логарифм Каппа при Каппе много больше единичных, много больше, чем 1 четвёртая. Это означает, что поправка, связанная с нормальной сердцевинкой, много меньше, чем величина, засчитанная на биоксилонной длины. Более точный учёт, так сказать, вот этого вклада от нормальной сердцевинки, если проводить с помощью численного интегрирования, вклад, разумеет, что добавочка, связанная с наличием нормальной сердцевинки, приводит в такой формы, более аккуратной. Вот этот кусочек мы получили. Ну, вот поправочка от нормальной сердцевинки, которая рассчитывается, опять-таки, в предположениях Каппа много больше единицы, численная. Вот она такая, очень большая. Самый главный вывод, который мы получаем, что свободная энергия единичного вихра положительна. Вот добавка свободной энергии от появления единичного вихра, она положительна. То есть, вроде бы, вихра возникать невыгодно. Но на самом деле мы должны учесть, что когда рассматривается сверхпроводник в заданном внешнем магнитном поле, то термодинамический потенциал, арктиризующий поведение сверхпроводника и, так сказать, требование термодинамического, минимума термодинамического потенциала – это не минимум свободной энергии, а минимум термодинамического потенциала гипса. И термодинамический потенциал гипса при наличии внешнего поля на единицу длины записывается таким образом. Термодинамический потенциал гипса, ну вот это буква Ж, гипс, я буду называть. Значит, она равняется свободной энергии и добавка, связанная с наличием внешнего поля. Она есть такая, интегрируем по объёму, вот поэтому между двумя плоскостями. Индукция в образце, который является функцией h, на внешнее поле h на 4π. Значит, если учесть, что вектор b и h направлены у нас доля cz, это будет ε1 с минус h на b на 4π на элемент объёма, а элемент объёма – это площадь на элемент длины, где длина вычисляется от 0 до 1, и за это равняется единичке. Тогда в результате, если это учесть, остаётся ε1 минус h на 4π на интеграл, интеграл, интеграл по единичке даст по единицу длины, даст единицу, bh на элемент поверхности. Интегрируем по поверхности вот на этих бесконечных плоскостях, это магнитный поток, который идёт через эти поверхности. А мы знаем, что идёт один квант магнитного потока в единичной битре и 0. Значит, термодинамический потенциал, добавка к термодинамическому потенциалу, связанную с появлением вихра, стоящегося в некотором внешнем магнитном поле, она имеет вид такой, G, ε1 минус 0, h на 4π. Разность двух членов, она может быть положительной, тогда проявление вихра невыгодно, ясно, потому что добавка к термодинамическому потенциалу положительной, а может быть и отрицательной. При малых h добавка положительна, невыгодно, при достаточно больших h, когда h превысит некое значение, G становится меньше нуля, если h меньше hc1, которое есть 4π ε1, деленное на π 0. Ну что значит, давайте подставляем выражение для ε1, и получаем 4π φ0, φ0 на 4π λ2. Так, ну давайте запишем логарифм Каппа, ну и он вычислил мы добавочку, 0π, 0π, 8π. Итого мы получили выражение, кончательное выражение для первого этического, по воля. Так, сейчас, так, чего, чего взял? Что-то забыл, так. Простите, просто букву я забыл, просто вписываю. Так, 4π, 0, так, окончательное выражение для hc1. hc1. А h должно быть больше же? Там же большие порядки. Какие больше? Ну да, значит, вот условия, Ну, по-друге. По-друге, конечно. Не меньше, а больше. Все. hc1, вольт-поле должно быть больше, тогда hc1 равняется с 0 на 4 грамм до квадрат логарифм КАФП плюс 0,0. Ну, давайте вот это выражение для первого критического поля сравним с напряженностью в центре вихря. Интересно сравнить выражение для напряженности первого критического поля с напряженностью в центре вихря. h0. Напряженность в центре вихря в центре вихрях и 0 на 2 π ламм до квадрат логарифм КАФП плюс 0,18. Вот если не учитывать вот эти численные поправки, то, грубо говоря, грубо говоря, hc1 примерно половина напряженности центра вихря. То есть первое критическое поле примерно в два раза меньшее напряженности в центре они ночью вихря. Ну, вот все эти оценки, еще раз говорю, справедливы для все эти оценки у меня справедливы, конечно, для параметра Гитлбурга-Ландау много больше единицы. То есть это так называемые жесткие сверхспроводники второго рода когда параметр КАФП небольшой, такие сверхспроводники то мы не забывали величины. Ну, давайте посмотрим для любопытства, какой порядок величины. А, да, еще давайте, что можно сделать. Давайте вспомним, что H СМ это есть квант магнитного потока 2 2 Пи Гамля на Пси тогда тогда значит, если вот это учесть, то получится так, если вот это соотношение учесть, получится, что H так связано с термодинамическим полем. Вот такая связь. Ну, давайте для примера проведем оценку. Скажем, давайте возьмем КАППА пример КАППА давайте возьмем 100 критическое термодинамическое поле 1000 Орстет ну, если вот подставить вот в это выражение то оказывается получается H С1 32 5 десяток Орстет то есть первые критические поля в сверхпроводнике они имеют всегда порядок ну, десятки Орстет 10 20 50 вот такие несколько десятков Орстет а вторые критические поля имеют порядок тысячи Орстет то есть первое критическое поле в порядке десятков Орстет а вторые критические поля в порядке тысячи Орстет все сегодня лекция кончена ну, пойдемте чай пить потом Игорь Александрович будет участвовать Орстет 10 11 12 14 15